В ДНР планируется возрождение несколько подзабытой с советских времен программы физкультурной подготовки населения. Профильные министерства ДНР уже приступили к разработке норм и требований к легендарному комплексу ГТО. Предполагается, что в 2017 году во всех общеобразовательных спортивных учреждениях республики новая старая система начнет полноценно функционировать. Программа физкультурной подготовки ГТО «Готов к труду и обороне» реализовывалась в Советском Союзе на протяжении 60 лет. Бег, прыжки, плавание, стрельба, езда на велосипеде, бег на лыжах. Во всех этих видах спорта, входящих в комплекс ГТО, было задействовано практически все население СССР, от мала до велика. В 70-х годах по всему Союзу работало более 5000 спортивных школ, а на предприятиях и в учреждениях ежедневно проводили гимнастику. «Глубокие руки шире, не спешите, три-четыре, бодрость духа грации и пластика, общеукрепляющая, утром отрезвляющая, если жив пока еще гимнастика». Спортивные достижения и физическое здоровье советского народа, несомненно, были на высоком уровне. Однако после распада страны многие традиции, в том числе и связанные с выполнением норм комплекса ГТО, канули в лету. Возрождать подзабытое спортивное движение в 2014 году начали в России, в новом, по словам Владимира Путина, современном формате. В ДНР полноценное возрождение программы ГТО, по словам министра молодежи, спорта и туризма Михаила Мишина, начнется в 2017 году. В Харциске нормы ГТО, пусть пунктирно, но выполняются уже сегодня, утверждает исполняющий обязанности начальника отдела по физической культуре и спорту Харцисской администрации Владимир Шпорталов. «Вот этот комплекс 1972 года, он располагал возрастную категорию от 10 до 60 лет. Входило пять ступеней, начиная от маленьких и заканчивая взрослыми. Не обязательно 60, можно было и в 70, и в 80. На наших соревнованиях тоже среди ветеранов участвуют и 70-летние, 80-летние и 7-летние дети. И все идет это по накатам. И каждый год у нас людей становится больше». Подготовку к сдаче норм ГТО в республике начали прежде всего в семьях, дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Ведь специалисты утверждают, что растущему организму требуется 10-12 часов двигательной активности в неделю. В украинских школах картина принципиально иная. Сейчас справки, освобождающие от физкультуры, имеют чуть ли не половина учеников. Дело в том, что в стране физкультура как система отсутствует, и вместо этого идет массовая футболизация нации, считает заслуженный учитель Украины Станислав Трелис. В ДНР, конечно, еще множество проблем, связанных прежде всего с так называемым спортом высших достижений. Но курс руководства республики на развитие массового спорта остается неизменным. «Наше население не бросало заниматься. Если обратим внимание по площадкам, которые находятся на территории пришкольных школ, там с 6 утра и до 8 занимается население, которое живет рядом со школами. И очень много пожилых людей занимается на этих площадках. Содион у нас открыт постоянно, люди постоянно бегают, прыгают, отжимаются, занимаются спортом». Чтобы сердце и душа были молоды, рекомендовалось в одной популярной песенке времен расцвета программ ГТО «Ты не бойся ни жары и ни холода, закаляйся, как сталь». Мне остается только присоединиться к этой незамысловатой рекомендации. И до встречи на канале ТВ-сфера. «Отдельная песня»